СПОНСОР ПРОГРАММЫ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРА НАЛАДКА Каждый день приносит нам или новые смыслы, или приоткрывает новую реальность. И попытаться разобраться с навязчивыми состояниями общественной мысли, я пригласила сегодня в студию экспертов, которые практически 24 часа в сутках находятся на передовой информационных полей. Гости программы сегодня. Алексей Клабродов, директор медиагруппы «Общественное мнение». Дмитрий Козенко, главный редактор газеты «Недели» в Саратове. Что с нами случилось на минувшей неделе? Сначала были вопросы, являемся ли мы все кобзонами. Затем пришел сюрприз «Никто лучше нас». Вот если раньше было такое устойчивое выражение, что каждый интеллигентный человек должен задаваться вопросом «Кто я?», «Что я здесь делаю?», «Из какого я района?». Быть или не быть, да. Да. Можем ли мы сейчас сменить данные вопросы на «Никто лучше нас?» и «Нигде лучше здесь?». Вопрос стоит продолжить, наверное, «Никто лучше нас в чем?». Это осталось какой-то тайной. То есть здесь каждый, наверное, волен заниматься интерпретациями в меру своего понимания ситуации. Ну, не знаю, я в силу, наверное, уже в возрасте, как это некоторого природного скепсиса и пессимизма, отвергают лозунг с порога. Не знаю, как к Алексею Юрьевичу, а я вот, что значит «Никто лучше нас?». Ну, в хоккей, может быть, «Никто лучше нас не играет». А остальное-то как-то не выходит, не уплясывает. Еще пронеслась такая волна критики, призерки к самому построению данной фазы. Ну, да, да. Собственно, я, как бы, Дмитрий Борисович, сразу попытался заглянуть в смысл какой-то, в общем-то, семантический. А тут уже на уровне голой, пардон, семиотики уже возникают вопросы. Кто этот загадочный? «Никто». Вот, который лучше нас. Да, лучше нас. И, естественно, там уже в Фейсбуке, я тоже, я сразу вспомнил, еще до того, как люди начали постить этого чудесного индейца из фильма «Джармуша», я вспомнил, что его звали «Никто». Более того, индейец был страшно продвинутый, цитировал, там, километрами Уильяма Блейка, поэтом, мистикой, в общем, основоположником вообще символизма такого направления в мировом масштабе. То есть тут смыслов начинает открываться бездна, а все потому, что пиарщицкое ухо, ухо слышит русский язык. Такое бывает, когда вот очень хочется что-то такое, вот именно с такой победительной интонацией произнести, вот, когда-то, в общем-то, получалось. Наше дело правое, враг будет разбить, да, братья и сестры, да. Потом вот как-то, получается, перестало. Видимо, это, в общем-то, связано, наверное, с тем, что амбиций много, а реальных поводов их проявить гораздо меньше. Не знаю, я тоже могу сейчас вот почти сходу, на самом деле, я это вчера придумал, такой слоганчик для большей части русского народа – «В бою, в молитве и в труде». Мы вместе в бою, в молитве и в труде. И абсолютно грамотно построили. Да, и атеисты могут отойти. По поводу различных мнений. Куда, в какую СМИ сейчас не откроешь, интернет-газеты, интернет-порталы или что-то, процветает такой популярный стиль, жанр «колонка». То есть мнение есть везде. Вот так вот как бы соберешься что-нибудь свое высказать, зашел в интернет, а там уже за тебя все сказали. Это, может быть, как-то расхолаживает людей? По-моему, наоборот. Тех, кто выступает, скажем так, лично от себя на страницах с МИОД. Алексей, я, прошу прощения. У вас это профессия. Это у нас профессия, естественно. Но при этом нужно... Я хочу сказать, что несколько раз я глотал горькие слезы обиды. Причем, ну, видно, повод носился в информационном воздухе. То есть я уже что-то придумываю, набрасываю, лезу в интернет. А там уже все написали. Ну, уже есть. Пусть не так. Я ругаюсь. Мне кажется, что это плохо сделал. Я сделал, но не так, но тем не менее это сделано. Вот с этим приходится сталкиваться постоянно. Я думаю, Алексей тоже... Да, нет, а я даже наоборот, я много раз периодически сглатываю какую-то завистливую слюну. Вот, потому что люди написали о том, о чем я хотел высказаться, гораздо более четче, с гораздо более ясными смыслами, которые от меня там... Они, может, в процессе написания бы выстроились, но пока ускользнули. Может быть, короче даже, чем я готов был высказаться. Но не расховаживает совершенно, мобилизует. Тут я, Дмитрий Борисович, согласен. Вот, мобилизует искать какие-то оригинальные способы высказаться, искать какие-то подтексты, в общем-то, как, например, там вот по паралезиофану отписались все. А вот сейчас наше время, оно благоприятно для публицистических высказываний или для художественных каких-то? Когда придавливают немножко, закручивают гайки, народ высказывается как? Документально или художественно? К сожалению, наверное, не всем дан талант высказаться художественно так, чтобы это выглядело убедительно. Это первое. Во-вторых, я думаю, что художественное высказывание, ну, скажем, фильм, спектакль, оно имеет меньше препятствий для того, чтобы дойти до широкой публики сейчас. Насколько не ругали Левиафана перед тем, как он появился. Сейчас мы наблюдаем совершенно анекдотический, опять же, скорее, немного гоголевский момент, когда в Нижнем, по-моему, Тагиле приказано всем, чем вовремя смотреть. Ну, а смотрите Левиафан. Вот, 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 вот. Чтобы... А в том же самом Томске перекрыли ТВ-2 быстренько, так сказать, несмотря на протесты довольно значительной части горожан. Вот вам художественная и публицистика. То есть... Публицистик, может быть, пережали больнее, поэтому с ней... Более действенным является задача или цель облачать свое высказывание в художественный образ. А вот 21-го числа, говорят, будет три года с акцией, вот, знаменитого панк-молебна группы Пуссирай. Можно ли сказать, что эта акция, это тоже достаточно художественное, наверное, высказывание, оно как-то изменило состояние общества или что-то, что-то поменяло на до и после? Ой, не хочется, вот, честно говоря, возвращаться к этому вот совершенно кипению вот этому вот страстей, в известном смысле надуманному. Я о другом скажу. На мой взгляд, совершенно точно изменило отношение к местам заключения, где содержатся женщины. Вот, Дмитрий Борисович, как, в общем-то, человек в этой теме больше разбирающийся, может быть, меня поправит. Я так вот по поверхностным, да? Во-первых, появилась целая журналистика, так или иначе, вот, посвященная, в общем-то, женские изломы, тюрьмы. Это же была терра инкогнито. У нас был огромный пласт мужской тюремной прозы, начиная с Чехова, там, не говоря о Суженицыне, Шаламове, Довлатове и так далее, там, песни Высоцкого, да? Вот. А женская это была терра инкогнито. То есть, ходили какие-то устрашающие слухи, все. Вот. Сейчас, слава богу, благодаря Толоконниковой, за что, наверное, ей все зэчки должны достаточно низко поклониться, вот, это всплыло. Вот этот архипелаг, он всплыл, и вот эта вот машина Уфсиновская в этом смысле как-то стала более открытой, что ли. И это очень позитивный, на мой взгляд, результат. Поэтому, вот, как бы, оценивать еще на фоне истории Шарли, да, вот сам Панк Малебин, не с художественной, не, так сказать, с политической точки зрения, я сейчас не хотел бы. Ну, вот этот, в общем-то, казалось бы, совершенно косвенный результат стоит, наверное, отметить. Был ли он прогнозируем? Возможно ли было, что, как говорят, что художественная акция? Нет, никто не думал, на мой взгляд, до последнего своих посадок. Я думаю, что несколько неуклюжая наша государственная дубина, да, а, в общем-то, девушка вот такую дорогу широкую, если путь светлый открыл, да, они встречаются с Хиллари Клинтон, они вот недавно сделали клип в Нью-Йорке по поводу убийства чернокожего подростка с достаточно, не суперизвестными, с достаточно известными американскими музыкантами. И причем там уже поработано в плане музыки, студии, в плане уже, конечно, это уже не, это еще не музыка, так сказать, в плане ли там профессионально, но это уже не любительщина. Да, это не московские перформансы, достаточно сомнительные, это деятельницы мирового феминистического или контркультурного движения, но уже, но надо признать, что это люди, которые шире, я бы, в нашей стране. А нет ли сейчас такого ощущения, что мы смотрим или находимся внутри какого-то тотального реалити-шоу, вот все, что происходит, оно происходит как-то на грани, как-то слишком выражены все там человеческие пороки. Да, это вы из Гиды Бора нам цитируете все это, скажем иногда про общество спектакля, вот, тут интереснее как бы, да, это все констатировать, это понятно, интереснее как выпрыгнуть со сцены, вот эту технологию. Есть один путь под названием «Свалить», не хочется. Это вариант ли это? А там такая же сцена, ну, может быть, немножко. В принципе, да, когда, предположим, мэр Сочи, вплоть до уголовной ответственности собирается бороться с, как же она, огневка Самшитовой, я не понял, кого будет судить, то ли чиновник, то ли насекомых этих. Ну, дальше это абсурд, ну, театр абсурда-то, он видится. А ну, пребывая в театре абсурда, не является ли это опасностью для сохранения каких-то разумов? Ну, поэтому каждый день, какой-то индивидуальный путь продумывать, как из этого убегать. Ну, ты как же из этого можно попытаться убежать? Как сохранить вот эту территорию адекватности вокруг себя? Ну, это очень банальные вещи. Скажу, я, кстати, говорю вот в интервью в газете «Неделя в Саратове», меньше новостей, больше книжек, меньше телевизор, больше семьи, ну, и так далее, больше спорта, меньше ведения за монитором. Такие спокойные, медитативные практики. Ну, правда, ну, пути же, индивидуальные пути, они такие, они банальные, на самом деле. У меня, например, на долгое время продолжительность спас трехтомник Сарнова «Сталин и писатель». Он сделал, как бы, ну, там есть масса повторов, все прочее. Ну, три толстяных, по-моему, страниц по 700 книги «Сталин» называющий. Все, буквально, ну, наверное, весь январь и полфевраля я, как бы, интересовался новостью не только по долгую службу. Нет, я очень много наблюдаю людей, сильно инфицированных телевизионными новостями, в любую сторону. Тут абсолютно непринципиально, тут, как бы, как Барзыкин когда-то пел, делал не все эти знамена, а в симптомах болезни, да? Вот, и я эти симптомы наблюдаю, потому что телевизор, вообще, это такое довольно страшное зло, и мы это открыли, в общем-то, вот, буквально последние годы. А, видимо, видимо, это, в общем, как бы было так или иначе заложено, потому что, когда, вот, мне всегда хочется поспорить, когда нам говорят, что вот есть народы, у которых есть собственное самосознание, которые не позволят, там, над собой никаких экспериментов, да, ерунда, все это. Я говорю, я хорошо Россию, Украину там трогать не буду, но посмотрите, Северная, Южная Корея, один народ, народ очень сильный, очень мощный, который свою вот эту вот идентичность, свою государственную на протяжении многих веков удерживает гораздо более сильных соседей с севера, с востока и с запада, китайцы, японцы, России, и который вдруг вот попал в эту мясорубку, один абсолютно народ, одни традиции там, а народы, вот, вот сейчас уже по факту это абсолютно разное, и это рано не знаю. Когда она сможет зарасти и каким образом, да, все можно с народом сделать, вот, и не последняя роль в этом принадлежит, конечно, телевизору и прочим средствам пропаганды. То есть это все правильно, да, по поводу, дайте мне там на двое недели или на два месяца все центральные каналы, да, и я изменю. Абсолютно, по чрезвычайности, да. А про долг службы, вот, Алексей, вы сейчас по долгу службы, да, читаете современных прозаиков. Ну, это не служба, это, значит, вы имеете в виду национальную беседу. Я давно, как бы, с этим движением вокруг нацбеста связан еще с легкой руки покойного, царства небесного, знаменитого Виктора Леонидовича Топорова, который меня позвал вот в эту движуху. Вот, и там, конечно, вот, очень коррелирует с темой нашей беседы, потому что огромное количество текстов, которые написаны в последний год, что-то издано, что-то еще не издано. Очень много молодых, и тенденция, потому что я несколько лет, вот, подобные вещи, тенденция к повышению социальности, тенденция к попытке осмыслить чисто поколенческие вопросы, тенденция к подъему самых острых вопросов, легко ли быть молодым, я уже сказал, Украина, Россия, нетрадиционные отношения и так далее, социальные идеи, да. Все это вот там, где было эстетство, его место заняла вот эта вот социальная проза в разные стороны. И, конечно, это сигнал, потому что я уже взрослый человек, а Дмитрий Борисович еще старше меня, и мы помним, с чего начиналась перестройка, с чего начинались… Вот это очень добрый сигнал, то есть, вот, как бы, литература – это первый симптом, она свидетельствует о том, что общество каким-то образом готовится к переменам. То есть, это вот, это очень точно. Я качество не берусь обсуждать, тексты все разные, не берусь обсуждать авторов, но то, что именно вот эта новая социальность в литературу пришла, и скоро, в общем-то, она будет самым основным, главным направлением, это совершенно бесспорно. А вот есть, существует такое популярное мнение, что у нас реконструируется какая-то сорокинская, там, прилепинская реальность. Ой, я не очень знаю, что такое прилепинская реальность, потому что, как бы… Ой, пелевинская, я говорю. Прилепинская, я сейчас пишу книжку, и это, как бы, меня сильно занимает, ну, какое-то особое имя особого мира, там, он, прилепинская, сорокинская. Я думаю, что это, в общем-то, неправильно и неверно, потому что есть какие-то попадания, есть мощная аналитика современной действительности, как бы, но то, что жизнь рабски копирует там, как бы, литераторов-постмодернистов, я не могу сказать, это не очень правильно. Пожалуй, я согласюсь, хотя бы попаданий много, буквально, там, в обоих, но в целом нет. Вот наша реальная реальность, она от той реальности, она отличается. Здесь сложно сказать, живее, чем у Сорокина, но, по крайней мере, все-таки, вот тут, если хоть не рубит голову, по крайней мере. Нет, дело в том, что антиутопия вообще мертвоватый, на мой взгляд, жанр, и очень, в общем-то, схематичный, просчитываемый. Например, больше попаданий у того же Сорокина вроде не в тех антиутопиях, которые вот сейчас у всех на слуху, начинают с Неопричника, Метели, там, Кремль и, по-моему, теория. Нет, вот возьмите, если интересно, книжку «Пир», там есть рассказ «Пепел», где описывается очень смачно, очень в красках чемпионат по так называемой гнойной борьбе. Попадание 100%. Ну, и, наверное, вот этот вопрос, который прям крутится, кто виноват, что делать, мы, конечно, обсуждать не будем, но, раз мы затронули какие-то литературы, то есть, кто мы, куда мы идем? Ну, кто мы? Никто лучше нас, или как? Нигде лучше здесь. Нигде лучше здесь. Жесуик, Абзон. Ну, на самом деле, мы, я думаю, стоим в неком напряжении, непонимании ситуации, причем даже на том уровне, где эта ситуация рулит. То есть, нет, у нас развилка, то ли мы где-то сворачиваемся на наших украинских границах и говорим «хай», вот, живите как хотите, либо мы активно участвуем, углубляется кризис, схлопывается еще больше промышленность, да, мы беднеем, вот развилки, кругом развилки, их много. И, к сожалению, ни мне, ни вам, ни Алексею Юрьевичу не дано каким-то образом хоть на миллиметр повернуть в наше государственную машину в одну из сторон, в ту сторону, которая нам представляется правильно. Хотя иногда нам кажется, что нет, мы этим занимаемся. Нет, ни словом, ни действием, ни высказыванием невозможно. Каков результат? Ну, по крайней мере, перед собой придет момент, когда скажешь сам себе, я делал все, что мог, может быть, ради этого. Кто мы, не могу сказать, в общем-то, могу сказать, где мы находимся. Мы находимся действительно в точке разлома очень хрустящего мира, который вот буквально, в общем-то, как бы в огромном напряжении перед каким-то сломом и надломом. Я здесь не стал бы все беды и проблемы списывать там на российскую государственную машину, пусть достаточно несовершенную, неповоротливую, коррумпированную, огромное количество и внешних проблем, вот, и проблем встроенности или невстроенности в этот мир. Вот, огромное количество вызовов, достаточно открытых и скрытых. И мы, конечно, да, мы находимся вот перед лицом какого-то огромного количества угроз, вызовов, ну и развивок. Я могу сказать, кто я. Я в настоящий момент отец, литератор, который участвует в нацбестовской гонке и дописывает книжку, дай бог, дали это доделать. Вот, и руководитель холдинга, которому переживать непростые времена. Нынешний кризис, он по массе позиций уникален, потому что он совпадает с массой тех технологических моментов, которые были просто отложены в сытые времена. Если начать даже, я не думаю, что вернутся печатные СМИ при выправлении экономической ситуации, не уверен. Ну, например, то же самое телевидение, я думаю, нас ждет отмирание формата местных новостей. Вот, это как бы, это совершенно уже очевидно. Вот, а что касается, собственно, интернета, ну, определяет не география, хотя география, конечно, определяет степень там смелости, отмороженности. Речь идет, наверное, в каком-то чудесном моменте, когда у человека возникнет стремление, возникнет получать альтернативную информацию. Когда он поймет, что вот здесь не все сказанное, правда, и что есть другой источник. Когда начнется движение, пусть он смотрит телевизор, а потом предположит. Да, вот тут я соглашусь. И такие вещи, они, вообще, вот их очень трудно методом социологического, научного какого-то еще аппарата, их очень трудно отследить. Потому что мы, опять же, я говорю, мы наблюдали вот этот вот совершенно ничем, по большому счету, не обослужил массовый взрыв к литературе, к кинематографу, к СМИ. И когда, ну, можно себе представить, тираж там нового мира, вот сейчас, да, до двух миллионов доходящих. Ну, так не бывает, оно было, да, и это было не в самой сытой, не в самой богатой, и, в общем-то, не в самой благополучной стране. То есть вопрос, как бы, очередь, так называемых, да, так называемого уровня жизни абсолютным. То есть, поэтому, это такой, какой-то вот импульс, ну, опять же, вот вспоминая, вот, кстати, по поводу событий, да, год Майдану, вот, вот, в эти дни он, в общем-то, да, вот. Никто же не понимал, что этот вот невероятный силы пассионарный взрыв, вот, который уже просто, который уже масса клинических проявлений вдруг вот на Украине случится, да, мы, на нашей памяти вот этот первый Майдан прошел, все понимают, что это опять вот очередная, так сказать, выйдем флажками помашем. Политическая игра. Вот такие вещи, они потом уже сидят, там, надев очки велосипед, как Маяковский писал, ученые, и разбираются, там, отрагивая, там, социальные моменты, политические, антропологические, какие угодно, вплоть до, там, наличия недостатка йода в областях Западной Украины, да, а по сути, никто предсказать таких вещей. Ну, один с тем, что Алексей Юрьевич уже назвал, это вот изменение дискурса современной литературы. То есть, когда в массовом порядке писатель начинает писать не о том, что красиво, а о том, что больно, значит, что-то начинает, пусть в определенных словах, что-то начинает шевелиться, не говорят там, пробуждаться и подниматься, шевелиться, что-то начинает. А потом, рано или поздно, с помощью телевидения небес, эти книги найдут читатели. И последует, в общем, та же самая реакция, которая была в середине 80-х. Может последоваться, а может и нет. Может другая, может быть другая, да. Ну, вот в такой реальности, да, и жить, выживать возможно, как, наверное, вы пришли сегодня к выводу в нашей беседе. Говорит, браво нашего города, времена не выбирают. Такие времена выбрали нас. А чья строчка, на самом деле? Да, вот не вспомню. Времена не выбирают, не живут и умирают. Не забывая о нашей миссии подавать дорогим интернет-ТВ зрителям объемную картинку обсуждаемой темы, для развернутого комментария сегодня я пригласила профессора кафедры социальных коммуникаций Поволжского института управления имени Столыпина. Тамара Петровна Фокин. Тамара Петровна, мы с нашими собеседниками сегодня говорили о, скажем так, коммуникациях, о состоянии общественной мысли. Меня интересует оценка, может быть, вашей сегодняшней ситуации с точки зрения социальных коммуникаций. Ну что ж, время, которое сейчас мы проживаем, это, конечно, время коммуникации. Иногда говорят, это время информации. Я вместе со своими коллегами, аспирантами, студентами каждый раз подчеркиваю, что дело не в том, чтобы информировать, а дело в том, чтобы влезть в душу человеку, чтобы он был чем-то увлечен из того, что мы говорим, в чем-то его убедить, то есть все-таки вступить с ним в состояние коммуникации. Этот процесс значительно более сложный, чем процесс просто информирования, но без информации было бы, наверное, невозможной и коммуникация. В праздники, вот в эти праздничные дни прошла публикация, на которую вы обратили внимание, на которую я вслед за вами обратила внимание, такое большое серьезное исследование известного средства массовой информации, о том, что у нас в стране наблюдается кризис гуманитарных программ, гуманитарного образования. Гуманитарного образования, гуманитарных технологий. И гуманитарных технологий. Да, что по поводу фабрик смыслов. Есть ли они у нас? Можно ли так однозначно высказаться, что все плохо? Все, мы катимся куда-то. Ну, вот вы сейчас оказались в ситуации, или мы обе с вами, которая, мне кажется, в принципе, тупиковая в каком смысле. Вот вы говорите, или-или. Или черное, или белое. Или черное, или белое. То есть вы предлагаете работать в так называемой бинарной оппозиции и выбрать мне или то, или другое. Это, наверное... Не получится, потому что они у нас, во-первых, есть, во-вторых, их как бы нет. Есть места, где их нет, где их не хватает. А есть места, где их что? Ну, переизбыток в том смысле, что всякая технология, она к ценностям равнодушна. Это способ действовать. Правила действий. А уж куда вы его употребите? Употребитель вы для того, чтобы вести гибридную войну, или, ну, что-то там нашалить в интернете. Это другой разговор. Это другой разговор. Но, повторяю, в социум неравномерен в том смысле, что в одних его местах есть и действуют эти гуманитарные технологии. То есть технологии чего? Производство мемов, производство репутации, производство имиджа, производство смыслов, производство контактов между людьми, налаживание их. Это все способы, которые являются уже технологиями, я вас уверяю. И те, кто владеет этими технологиями, причем, подчеркиваю, не в смысле вот это или это. Так вот, не это, не это, а некий сложный конгломерат, некий сложный микс, некоторая способность в одном случае употребить одни технологии, вернее, эти технологии для достижения цели, которую вы предпочли бы скрыть, в силу того, что она общественно не одобряется. Или, наоборот, вы предъявляете это к общественно одобряемым вещам. И то вы знаете, что вчера общественно одобрялась, нынче уже не одобряется. Да, очень быстро меняется. Очень быстро меняется. Полярные сомнения. Ну так нам что делать с этими технологиями? Надо иметь что? А вот... Арсенал. Должна быть какая-то, может быть, система? Или долгосрочная какая-то стратегия? Ну, пожалуйста. Если хотите, что значит иметь систему? Иметь систему – это значит превратить всё в систему взаимосвязанных элементов, которая будет обязательно какой? Немножко замкнутой. Это противоречит принципу сети. Поэтому нужно иметь что? Эти гуманитарные технологии тоже должны иметь вид чего? Как вы догадываетесь, сети. Они должны лежать в сети, а уж кто, как, когда, где и вырабатываться, там и совершенствоваться. Кто когда ими воспользоваться – это другой разговор. Поэтому вот то, что наши коллеги называют бедностью, там гуманитарные катастрофы, она состоит в чём? Что арсенал гуманитарных технологий такой большой наработан, ну, просто, знаете, необозримый. Всё описано, придумано или может быть придумано, потому что путь понятен. А вот когда у вас нет с собой ничего, когда вы просто не знаете, где это лежит, как этим пользоваться, вот это беда. Отсюда вот гуманитарное образование, оно состоит не в том, чтобы накопить некие знания о предмете, например, об обществе человека, а в том, чтобы овладеть как можно полнее технологиями. Их нужно иметь как? Прозапас. Их нужно иметь больше, чем вам нужно в эту минуту. И поэтому «за» или «нет» – это до такой степени манипулятивная традиция. Я знаю, что вы весьма образованная девушка, но ведь мы уже знаем триаду Гегеля, значит, три. Мы знаем знаменитый крест реальности Оегина Хьюси, значит, уже четыре. Мы знаем технологии восьмеричного пути и так далее, которые требуют, чтобы, когда вы выбираете, вы все это умели употребить и знать. Поэтому вот это действительно задача. И еще в этом исследовании, которое я упоминала, там сравнивались степень, скажем, обладения инструментами, которые мы наблюдаем на примерах программ Госдепартамента США, и на примере наших, скажем так, таких гуманитарных проектов по производству смыслов и донесению этих ценностей до глобального мира. Можно ли с этим согласиться или как-то поспорить? Что мы отстаем? Да, что мы отстаем. Вы знаете, до Украины я бы сказала, что отстаем. Хотя я, не знаю, выражу какое-то, может быть, суждение слишком резкое. Давайте вспомним времена Советского Союза. Мы располагали гуманитарными технологиями, да. Мы умели их эффективно использовать, да. Они работали на положительный имидж. Они работали, и не только на положительный имидж. Они вызывали интересы нашей культуры. Конечно, мы где только не были, в любом части земного шара. Использование в России, так называемый soft power, это системы донесения своего гуманитарного багажа до сети, глобальной сети. Знакомство с ценностями нашими, других стран, жителей других стран. Ну, тут вы совершенно правы. И, действительно, это так. Поэтому нам нужно, во-первых, накапливать гуманитарные технологии. Во-вторых, разбираться с тем, к какому именно случаю они применимы. И, в-третьих, достаточно быстро передавать их тем, кто идет за нами и будет пользоваться этими гуманитарными технологиями. И, заключая, я хотела бы еще сказать слова Виктора Шкловского, который разбирал такую оппозицию, правда, как оппозицию такая – отрицать или отрекаться. Вы знаете, что это как раз от нерв многих современных дискуссий. Его мысль была такая – гуманитарий обязан отрицать, понимать и улучшать. А дело отречения – это дело христианина. Вот хотелось бы, чтобы мы действовали именно так. Спасибо большое, Тамара Петровна, за сегодняшний комментарий. Надеюсь, мы нашим дорогим интернет-ТВ зрителям продемонстрировали, что мир сложнее, чем кажется. Прекрасно. Спасибо большое. На этом сегодняшний выпуск программы прощается с вами до следующей недели. Смотрите нас каждую среду в эфире открытого канала или в любое удобное для вас время на нашем сайте. Спонсор программы – компания «Электроцентр-Наладка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова